Всем привет, народ! Меня зовут Виталий. Город Санкт-Петербург. Пошли смотреть. Чистые улицы в центре. Это, значит, ребят, какое-то моющее средство. Называется то ли Хина, то ли Дина используются для того, чтобы улицы Петербурга были чистые. Кстати, заметьте, грязных машин в городе вообще нет. Зато есть повсеместный выезд за стоп-линию и беспредельный проезд на красный свет. Особенно касается такси. Местами на всей этой чистоте лежит лошадиное дерьмо, потому что уровень извозчиков вот какой-то такой. Чипсы и сигареты. На территории усадьбы князей Юсуповых видно гнилую стену кирпичного здания, из которой растет полноценное дерево. Непреодолимая тяга к жизни. Зеленоватый оттенок этому дереву придает мох, который поглотил весь его ствол. На вопрос уличной художественной культуры Петербург отвечает вот таким вот рисунком. Кстати говоря, в центре совершенно не удалось найти качественные настенные росписи. За исключением вот этих двух произведений. Кто знает, где есть интересные граффити, пишите в комменты. Следующий свой визит поставлю обязательным местом к посещению. Это один из кучи знаменитых мостов со львами. Лаундж-зона на самом верхнем балконе. Ну а это просто красивая архитектура. Центр города повсеместно пронизан вот такими водяными артериями. Фасадные мужики держат балкон. На стенах домов можно встретить громкоговорители ушедших эпох. Аборигены очень трепетно относятся к озеленению. Конкретно из этого окна видно останки вот такого растения. Где-то рухнувшие фасады стараются ремонтировать, чтобы поддерживать оболочку города в состоянии приятном глазу. А этот мужик просто присматривает за прохожими. Здесь вот видите ребята стоят. Удят рыбу прямо из реки. Вот река. А вот это вот крейсер Аброра. А прямо здесь ребят можно спуститься к воде. Вот такой вот пляж. Ростовые куклы, с которыми можно фотографироваться, достаточно приставучие и падкие на деньги. Попасть внутрь можно, отстояв такую очередь и предъявив QR-код. За хорошее настроение в очереди отвечает вот этот мужичок с гармошкой. Здесь написано, что 8 ноября 1948 года крейсер Аброра встал на этом месте на вечную стоянку. Много где в окнах установлены вот такие телевизоры. Напротив крейсера есть военно-морское училище, которое охраняет Петр Первый. А это другой ракурс все того же крейсера. Говорят, рыба гниет с головы. Ложное утверждение. Вот почему. Конкретно эта русалка начала гнить с хвоста. Точнее хвост ее полностью обрушился на головы прохожих. Ну а туловище, как можно заметить, в целости и сохранности. Это котенок фунтик, которого совершенно бесплатно может погладить любой желающий. Вот такой барельефчик установлен на доме Раскольникова. А это совершенно потрясающий факт, который задокументирован вот такой табличкой об уровне воды 7 ноября 1824 года. Особенно переживательные горожане вешают на водосточные трубы вот такие просьбы. Вопросу безопасности города. Кое-где витринки разбиты шальными пульками. А это Исаакиевский собор. Давайте посмотрим на него с разных сторон. О, удивительное чудо. Над собором можно увидеть голубое небо. Чудо, потому что в большинстве своего времени небо здесь выглядит вот как-то так. А это Исаакиевский собор ночью. Подсветка делает свое дело, дабы объект был визуально приятный. А это Казанский собор, который не менее приятен глазу. Вход в него охраняют вот такие скульптуры. Попасть вовнутрь можно всем желающим. А это здание со стилизованной шапкой с пумпончиком называется дом компании Зингер. Через дорогу рядом со входом на станцию метро ласкает слух вот такой музыкант. А вот собственно и само метро. Более убогой навигации метро я не видел нигде. Конкретно для непосвященного человека совершенно невозможно понять как и куда проехать. Примерно в 500 метрах от дома Зингер находится храм Спаса на Крови. По пути видно здание общества взаимного кредита. Храм Спаса на Крови. Излюбленным мероприятием всех туристов также является наблюдение за процессом разведения мостов. Конкретно если не был в Питере и не видел как мосты разводят считается что ты не был в Питере. Поэтому предлагаю вам сейчас посмотреть этот процесс в ускоренном варианте. Вид с дороги которую охраняет такой лев. А это тот самый секрет троллейбусных путей через мост. При пешем путешествии ночью можно встретить вот такие штуки. Ну и конечно же полюбоваться всякого рода подсветкой темного города. А это дворцовая площадь и Александровская колонна. На приклеенной плите информация о том что в этом доме два года жил Федор Михайлович Достоевский. Сейчас здесь в цоколе ресторан Мемо. Кстати большинство общепита в Питере зашито в цокольные этажи. Всем еще раз привет народ. Это Виталий. Смотрите какой охрененный замок. А прямо напротив этого замка находится новейший так скажем баркрафтового пива. Называется ТАП-22. Пойдем зайдем посмотрим чем торгуют. И заодно проверим узнаваемость минского бренда в городе Санкт-Петербург. Короче взял две банки пива. Сейчас покажу какие. Хотел драфта. Драфт говорят мы сушим. На петербургском сленге это проливаем и не подключаем новое. Потому что локдаун. Поэтому из драфта к сожалению ничего для себя интересного не нашел. Про узнаваемость бренда ноль. Они знают что это такое. Я думаю что очень скоро узнают. День номер третий. Сегодня решил посмотреть бар который называется ТБП. Соответственно дошел вслух до меня что здесь продается тюменское пиво. Пойдем посмотрим. Микроипа 250 рублей. И тайга 250 рублей. В бельгийском стиле прям я взяла такой. Барливаем слишком сладкий. Микроипа кстати тоже не плохая. И перец вполне плохо. Винус я все уберу. Это ребята когда снимали видосы. Все время мусорили. И Денис говорил своей жене, Жене. Винус я все уберу. И так и пошло. Так как на улице локдаун приходится забирать с собой напитки и всю еду. Давайте заценим ту самую вкусную питерскую шаурму. Выбор мой пал на заведение под названием Кручу-Верчу. Знаешь, пьедистал распределился следующим образом. Третье место сырное. Второе место классика. И первое место мясное. За мясной прям респект. Ну а в отсутствие локдауна радует глаз и вкус ресторан под названием Я люблю для панорамы. На 15 этаже. Это фото еды, которая мне запомнилась. А это вид из окна и капли дождя на стекле. Значит из наблюдения, ребят. Смотрите, явно как бы, да, пешеходная история. То есть ходят люди. Вопрос. Где? Асфальт. Какой-то песок. Ну он здесь везде, ребят. Ответа пока не нашел. Пишите в комментах. Мини достопримечательности всего города находятся рядом со станцией метро Горьковская. Казанский собор, Дворцовая площадь, Петропавловская крепость и храм Спаса на Крови. Кстати, крепость с воздуха выглядит вот так. А это парадный вход Адмиралтейства. Днем Дворцовая площадь предстает перед нами в таком виде. А это вид с другой стороны из арки, над которой бегут вот такие кони. Еще на площади есть плохо пригодный для житья острый угол. А это площадь, когда на ней минимум народа. В зеленом цвете исполнено здание Эрмитажа. Это вид на него сбоку. А очереди нет. А потому что вход не здесь. Его ворота охраняют золотые орлы. А сейчас идем искать не менее интересную достопримечательность, которая называется Новая Голландия. По пути нас встречает остановка Театральная площадь и стоящий рядом Мариинский театр. Часы при театре совершенно потрясающие. Далее видно музей живописи второй половины 20 века. Рядом с которым лежит совершенно аккуратно брошенная посреди тротуара пивная бутылка в пакете. Именно отсюда происходит выражение в Питере пить. Далее попадаем на Краснофлотский мост. За которым нас также встречает пустая тара из-под алкогольной продукции. А вот и еще одна. Помимо пустой тары на пешеходные линии выбрасывают вполне себе живые цветы прям с землей. И некрасивые букеты. Совершенно уникальное и потрясающее явление, ребят. Это солнце. Вот оно. В Питере солнце. Такого я за три дня еще не видел. Сейчас покажу вот эту штуку. Тут написано you are on island, что в переводе означает ты находишься на острове. Пойдем посмотрим. А остров он потому что вот здесь вот вокруг водичка, в которой плавают утки. Утки кстати специально обученные. Стоит подойти, задержаться, посмотреть на них. Как они тут же к тебе подплывают. Смотрите что нашел. Второй дом говорят закрыли. Открыли двенадцатый. Вот такие вот лежачие полицейские на дороге. Какую функцию выполняют неизвестно. Нарисованы на них вот такие вот птички. За заборчиком вот здесь видно осеннюю наготу. Кто знает что это за кустарник напишите в комментах. За идею общественного пространства пять. За исполнение два. Ничего не понятно. Вот такую красоту спрятали от глаз всех посетителей. Вот за таким забором. В общем теперь расскажу в чем прикол. Посмотрел кучу ютуб обзорщиков. Которые просто пищат от этого места. Ну как бы от чего тут пищать совершенно непонятно. У нас в Тюмени в каждом дворе так. Добро пожаловать в Тюмень. Чтобы здесь так скажем зацепить глаз. Или чему-то удивиться. Вообще нет. Самое обыкновенное пространство. С детскими прибамбасами и качельками. Да и кстати не на всех детских пространствах можно поиграть деткам. Спрашивается для чего. С детских развлечений вот так вот весело можно пробегать через травку. Предполагается что ты когда бежишь через нее. Она щекотит тебя и отклоняется в бок. Кафе Кузня. Кузня ресторан. Эспрессо ребят 190 рублей. Здесь меня спалили фатоняшка. Смотрите что нашел сейчас офигеете. Это круглая тюменская баня. Только в Питере. Должен признаться здесь она более ухоженная. А в Питере она называется бутылка. Баня бутылка. Очень по питерски. Пойдем вовнутрь. Внутри видно огромную кучу разноформатных заведений. Готовых покормить и напоить всех желающих за деньги. Внутренность бани оказалась полая. В середине которой установлена вот такая сцена. Где есть предупреждалка. С восточной стороны Голландии на противоположном берегу стоит такое интересное здание. Ну а это часы посещения парка. Это была точка перевозбуждения всех блогеров под названием Новая Голландия в городе Санкт-Петербург. А сейчас покажу ребят совершенно уникальное и удивительное явление. Которое так скажем дождаться невозможно. Но все таки иногда можно встретить. Это сухой асфальт. Встречается крайне редко. В большинстве своем просто отсутствует на всей территории города. Запутанная паутина проводов, опутавшая весь центр, говорит о том, что Питер совершенно не предназначен для съемок с воздуха. Этому доказательство случившаяся трагедия с моим дроном. Прямо в Исаакиевском сквере рядом с собором. Вот последние кадры его жизни. Взлетаем, спутников нет, пробуем подняться на свой страх и риск. Спутники появились, связь с пультом оборвалась. По поведению дрона было понятно, что обновилась домашняя точка. И он ушел за гостиницу Астория. А это первая случайно попавшаяся открытая парадная. Поднимаемся. Хорошо, что видосы до сих пор не научились передавать запахи. А запашина в этом подъезде, мягко говоря, отвратительная. Тут стоят какие-то обоссанные матрасы. Живут здесь преимущественно городские сумасшедшие. Ну и паутина проводов не только над городом, но и внутри домов. Отдаляясь от центра попадаешь в бетонное гетто. Конкретно сейчас мы едем смотреть Петергоф. Изобилие архитектурных решений советских зданий просто завораживает. А это совершенно круглая площадь. В Магнитогорске есть такая же, называется сковородка. Кому интересно, гуглите. Далее какие-то памятники кому-то. Ну и конечно же не обходится без проблем вычурных фасадных дизайнов, которые совершенно не радуют глаз. А это кстати единственная предупреждалка на весь город. О том, что это бесполетная зона. Где уважаемый директор города, рядом с Исаакиевским собором находятся подобные таблички. Хотя бы одна. Верните дрон. Ну и добро пожаловать в Петергоф. На территории куча золотых статуй, штурвал и якорь. И неописуемой красоты здания. Местных жителей представляет вот эта белочка. И специально обученные утки. Смотрите какие милые заградительные конструкции. Чтобы не дай бог никто не зашел на газон. Единственный бесплатный туалет в городе Петербург. Расположен в Петергофе. Имейте ввиду. Невская губа. Абсолютно потрясающий гид. По совместительству кондуктор трамвая номер 6. Рассказал вообще все. И обо всем, где мы проезжали. Куда сходить. Годы постройки, как что называется. Это было «Жол на мальчиках как жол». Все, подписывайтесь, ставьте лайк. Все, пока. Все, мы выключаем камеру. Все.